я провязываю линию реглана и начинаю работать с рукавом у меня здесь встречаются места разворотов вот они я их провязываю вот эта петля которую мы оставляли не провязанной у меня теперь накид я его провязываю со следующей петлей и у меня дырочка замечательно закрывается и так еще раз провязываем все петли между разворотами провязываем петлю которая оставалась не провязана в одном ряду накид и следующую петлю провязываем вместе как я уже говорила эти накиды технически они не должны полотно не должно расширить расширяться за счет этих накидов поэтому накид и петлю провязываем вместе они были сделаны только для того чтобы рад место разворота закрыть собою и так вот она петля которая которую мы оставляли не провязанной накид накид и петлю мы провяжем вместе еще раз петля которая оставалась не провязаны и следующая петля с накидом вместе и вот еще место разворота петля которая оставалась не провязаны и следующая петля вместе с накидом провязывается и вот еще одно место разворота еще раз это все провяжем и сейчас я подхожу петлям которые у меня вот здесь вот помечены маркером спереди у меня не сформирована еще регланная линия у меня просто отмечены петли и так мы подходим подошли к провязали все петли рукавов вот эти две петли должны быть регланными и теперь постольку поскольку я в изнаночном ряду я здесь делаю накид и начинаю вязать регланной линии вот они у меня две петли регланной линии и до и после регланной линии я делаю накид маркер я убираю мне сейчас не понадобится больше постольку поскольку здесь уже понятно что это регланная линия и дальше я работаю с петлями переда теперь у меня вся работа круговая я ее теперь буду дальше вязать одними лицевыми петлями очень замечательная схемка и мне нужно провязать петли переда все петли переда и сформировать и начать формировать следующую регланную линию которая должна идти по переду и так вяжем и внимательно ищем маркер который обозначает регланную линию между передом и левым рукавом по переду у меня регланной линии не были еще сформированы постольку поскольку в начале формирования регланных линий я сразу начала вязать росток и до этих регланных линии дело не дошло их нужно сформировать сейчас и так вот он у меня уже маркер близко довязываем вот эти петли маркер я снимаю две петли после маркера являются регланными петлями поэтому я сначала делаю накид перед регланной петлей провязываю две петли изнаночные и делаю еще один накид и дальше мы начинаем работать с петлями рукава и теперь у меня здесь есть накиды накиды которые я должна буду провязать теперь с предыдущей петлей то есть я снимаю вот эту петлю провяжу сначала накид и наброшу не провязанную петлю на провязанный накид таким образом количество петель у меня не увеличивается за счет этих накидов а дырочка закрывается и так я снимаю эту петлю провязываю вот этот накид который у меня был сделан и набрасываю петлю на провязанный накид у накидов то же самое абсолютно техническое назначение я их делала только для того чтобы закрыть дырочку которая образуется при разворотах поэтому я закрываю их вот таким вот образом чтобы накид у меня оказался внизу под петлей и закрыл ту самую дырочку которая образуется при развороте это у меня часть рисунка внимательно смотрим что к чему и вот так вот пустила петельку и вот так вот мы их провязываем и так таких накидов у меня еще есть несколько штук поэтому я их все должна со всеми с ними должна поработать провязываем сначала накид потом набрасываем петлю и так вот эту петлю ас это петля у меня часть рисунка и вот здесь еще есть один разворот провязываем сначала накид и набрасываем на него провязанную петлю и таким образом все у меня работа объединилась в круг я прихожу к регланной линии я в изнаночном ряду делаю накиды и провязываю все петли спинки сейчас с рукавом у меня все закончено все петли провязаны и теперь у меня полностью круговая работа все накиды я провязала и дальше я вяжу самый обычный реглан в котором в изнаночном в изнаночных рядах я буду делать накиды до и после регланной линии а в лицевых рядах я буду их провязывать при этом я буду вязать вот этот вот узор который буду располагать относительно относительно уже имеющихся дырочек шахматном порядке в каждом шестом ряду я буду сделать вот такие вот дырочки и собственно работа превращается очень очень простую работу нужно только внимательно следить за расположением дырочек и регланными линиями и так я сейчас подхожу это первый лицевой ряд в котором я только начала формировать регланную линию по переду у меня первые накиды и я здесь хочу сделать точно так же как и по спинке я провяжу эти накиды лицевой скрещенной в первом ряду этот накид я переодену чтобы поменять расположение стенок и тоже провяжу его лицевой скрещенной я это буду делать только в первом ряду все последующие ряды я буду делать вот такие дырочки вдоль регланной линии точно так же как и по спинке в первом ряду начале формирования реглана я первые накиды провязала лицевой скрещенной все остальные я буду делать дырочками и так аналогично абсолютно ситуация со второй регланной линии вот они мои накиды я провязываю их лицевой скрещенной две петли реглана и вот эту вот этот накид я тоже переодену и провяжу тоже лицевой скрещенной и в следующем уже ряду я накину накиды и следующем лицевом ряду я их уже буду просто провязывать дырочкой как по спинке и так работа сейчас очень сильно упростилась дальше уже все идет очень очень просто в изнаночных рядах мы встречаем регланы линии до и после мы делаем накиды в лицевых рядах вдоль эти регланы линии мы провязываем накиды провязываем дырочкой дальше уже все и в каждом шестом ряду располагаем дырочки по рисунку основного полотна работа над ростком завершена работа над круглой кокеткой тоже совершена на самом деле в этой работе нету ничего супер сложного нет ничего страшного на мой взгляд все достаточно просто как я считаю и так между своей болтовни между делом я пришла к очередной линии по спинке регланной я провязываю и как обычно делая дырочки формируя дырочки и вижу мою работу дальше и так у меня провязана полностью вся кокетка у меня сформирован росток вот примерно пять с половиной шесть сантиметров и это достаточная высота для простка длина регланной линии от начала ее формирования у меня 17 с половиной сантиметров этот и как показывает примерка по готовой вещи это достаточная длина по спинке длина регланной линии будет длиннее давайте посмотрим сколько получится по спинке 22 с половиной сантиметра но это абсолютно логично постольку поскольку спинку мы поднимали относительно переда для того чтобы сформировать росток и собственно говоря работа над регланом у меня завершена у меня по переду буквально сделано четыре прибавки на размер который я вижу этого достаточно и и дальше я собираюсь вязать рукава как обычно в детских вещах хотя здесь уже размер позволяет провязать сначала тело кофты а потом рукава но по большому счету в какой очередности вязать их не имеет не имеет никакого значения и так самая сложная самая трудная работа уже позади вот так вот у меня раскладывается моя вещичка вот так она получается сейчас она уже уже двух пар спиц не хватает и она разложена на трех парах спиц но по большому счету это не имеет значения сколько пар спиц мы используем количество петель мы сравняли и у нас все абсолютно сходится я вот эти булавки уберу и буду продолжать работу на петлях рукава вот они и вот в таком виде у меня сейчас рукав он образует вот такой вот такую странную трапецию не очень правильно но мной понятно потому что по спинке у нас вот эта линия больше по переду она короче и в общем получается такая неправильная трапеция естественно здесь скругление горловины и работать я буду только вот с этой частью петель это рукава обе петли реглана я забираю на рукава одна из них у меня будет кромочной а все остальные превращаются в петли рукава и сейчас у меня работа по рукаву будет идти прямыми и обратными рядами то есть у меня рукава будут вязаться лицевыми и изнаночными рядами вот в данном случае я начинаю его вязать с изнаночного ряда и так работаем с петлями рукава и вяжем его в длину чуть попозже я покажу как делать убавки на сужение рукава сначала вязание рукава у меня сейчас пойдет работа с 4 кромочной вот она потому что 1 2 3 и вот она 4 кромочная обычно в 4 4 кромочная я делаю убавки и делаю я их обычно вот в конце ряда вот таким образом я просто провязываю кромочную и предпоследнюю петлю вместе но в данном случае в лицевом ряду лицевыми и у меня вот это вот петля предпоследняя она аккуратненько уходит в кромочную она закрыта кромочной и потом впоследствии она уйдет аккуратно в шов и собственно меня очень устраивает чистота этой убавки в изнаночном ряду убавку я делаю несколько иначе сейчас я провяжу изнаночный ряд и покажу как сделать убавку в изнаночном ряду обычно я делаю одну убавку в лицевом ряду и одну убавку в изнаночном ряду и так довязываем этот ряд до конца я оставлю две петли не провязанными чтобы сделать убавку и так в изнаночном ряду у меня осталось две петли не провязанные и в данном случае мне нужно перевернуть вот эту петлю поменяв расположение стенок для того чтобы она у меня не было перекручено и я провязываю эту эти две петли кромочную и предпоследнюю петлю изнаночной классической и в этом случае у меня получается вот такая же аккуратная убавка то есть петля у меня аккуратно уходит в кромочную петлю и там завершается и дальше я вижу мой рукав по-прежнему без каких бы то ни было изменений я вставляю рисунок по мере необходимости рисунок у меня очень простой вот такие дырочки шахматном порядке ничего сложного здесь нету провязываем 8 петель 2 петли вместе протяжкой и накид и в изнаночном ряду это все провязываем узором здесь никаких проблем быть на мой взгляд не может единственное о чем зачем нужно следить размещать этот узор в каждом шестом ряду работы и так вяжем рукав делаем равномерные убавки в каждой четвертой кромочной как их сделать технически я только что показала делаем их всегда точно так же в каждом шестом ряду размещаем узор в шахматном порядке дырочки и вяжем необходимую длину по стечении некоторого времени вот у меня моя регланная линия я начала вязать рукав у меня сейчас провязано вот столько в общем то работа моя выглядит вот таким образом на самом деле ничего примечательного не происходит как я уже и говорила я делаю дырочки в шахматном порядке вот они здесь сейчас видны все очень просто и по ходу вязания я делаю убавки в каждом восьмом ряду или в каждой четвертой кромочной и собственно это все сейчас я отвязываю длину мне еще вязать довольно прилично на мой взгляд поэтому показывать здесь особо нечего вот пока сейчас работа выглядит вот так и так необходимая длина моего рукава отвязана это 39 сантиметров начиная от кокетки и это достаточная длина рукава для размера который я вяжу у меня по краю рукава сделана убавка каждый четвертый кромочный это каждый восьмой ряд и собственно говоря работа над рукавом над этим уже практически завершена осталось только связать резинку резинку я буду вязать следующим образом у меня вся работа отвязана на спицах номер 3,5 и сейчас мне этот номер уже больше не будет нужен поскольку я собираюсь вязать резинку я хочу сделать ее на рукавах поплотнее поэтому я вооружаю спицами 2,5 номер 2,5 и дальше я буду вязать резинку на этих спицах причем делать я это буду следующим образом 2 лицевые петли я провязываю следующие 2 петли я провязываю вместе изнаночной и вторую изнаночную я провязываю обычно и вот так вот 2 лицевые провяжем дальше 2 изнаночные вместе и еще одна изнаночная резинка у меня 2 на 2 и таким образом я ее просто хочу немножко подсократить подсократить количество петель которое будет в результате в работе и я хочу сделать такой небольшой припуск сформировать итак первую изнаночную я провязываю из двух петель и вторую изнаночную обычную 2 петли лицевые еще раз первая изнаночная из двух петель и вторая из одной 2 лицевые и каждую первую изнаночную в моей резинке я буду провязывать именно вот таким образом на самом деле петель здесь очень немного поэтому давайте с вами это все и закончим таким вот образом 2 петли лицевые 2 петли изнаночные 2 петли лицевые и у меня совпадает резинка как я и планировала завершается она двумя изнаночными петлями и кромочной все спицы номер три с половиной я убираю в сторону и дальше работаю на спицах на целый номер меньше и теперь я просто вяжу резинку на необходимую мне высоту на этих спицах резинка разумеется получается гораздо ту же чем на спицах три с половиной но собственно говоря это именно то что я и хочу получить в результате и так когда резинка будет отвязана на необходимую высоту я опять вернусь к моему ролику для того чтобы показать как я завершу работу над моей резинкой и так вяжем резинку два на два здесь никаких сложностей быть не должно на ту высоту которую вы посчитаете нужно у меня провязана резинка высотой примерно 5 сантиметров и на мой взгляд это достаточная высота для того чтобы завершить работу над этой резинкой но завершать я ее буду следующим образом я хочу провязать лицевой гладью некоторое количество рядов для того чтобы у меня образовалась вот такая вот закруточка точно так же как и на горловине но на горловине я ее делала достаточно высокую потому поскольку на горловине она мешать не будет а на рукавах если ее сделать такую высокую толстенькую мне кажется она будет мешать поэтому я ее сделаю немножко покороче и так дальше просто вяжем лицевую гладь то есть лицевые ряды лицевыми петлями изнаночные изнаночными и лицевой гладью у меня провязано 8 рядов и для рукава это достаточная высота для того чтобы вот так вот завернуться немножко меньше чем я делала на горловине на горловине я вязала 10 рядов но по большому счету это особого значения не имеет а столько поскольку как я уже сказала горловина на горловине у нас это мешать не будет а на рукавах может и так и и закрываю теперь петли самым обычным способом провязывая одну петлю и протягивая ее в предыдущую можно эту операцию тоже точно также проделать с тем же успехом крючком в общем значение это не имеет как закрыть петли самое главное что мы их закроем мы их закроем и нужно отследить чтобы вот этот ряд у нас не тянул и вот так вот заворачиваем ее вот как у нас это закрутка будет выглядеть как мне кажется она получается совсем не толстой и вполне себе отвечающий оставленным мною эстетическим задачам и так закрываем все петли вот таким вот образом и так все петли у меня закрыты я вытягиваю нитку достаточную для того чтобы выполнить шов рукава или вот так срежем и смотрим что у нас получается у нас получается вот такая достаточно на мой взгляд тоненькая закруточка которая абсолютно замечательно завершает резинку рукава вот так это будет выглядеть после выполнения шва рукава ну и как обычно это детская кофточка в общем то я обычно рукава примеряю на свою руку но у меня достаточно тонкие запястья поэтому все детские вещи да я примеряю на на своей запястье итак работа над рукавом завершена второй рукав вяжем абсолютно точно так же он должен быть абсолютно одинаковый после того как мы отвяжем второй рукав мы приступим к работе над телом нашего булувера возвращаюсь к работе над телом Продолжение следует...